Ребят, всем привет! И хочу рассказать сегодня про опыт, выбор и достаточно неплохую вещь под названием посудомоечная машина. Вот эта посудомоечная, как мне раньше казалось, достаточно неизвестной марки Беку. Это изготавливает Турция. Прослужила мне, верой и правдой, целых 11 лет. То есть, в принципе, она и сейчас работает. Немножко, видите, уже поржарели вот эти вот штуковины. Все-таки вода очень сильно смывает краску. Банально вот со стакана, чтобы вы понимали, насколько она. Сейчас стакан был красивый, яркий, но вода с него сбывает. Случилась не очень приятная вещь, а именно мотор приказал долго жить спустя 11 лет. То есть, сейчас, в принципе, она работает, запускается. Видите, хопц. Ну, а если начать нажать забор воды, то воду она заберет, а мотор уже не начнет вращение, ну, не начнет, вернее, продувку через вот эти вот крутилки, не знаю, как это правильно назвать, вот снизу и сверху. То есть, соответственно, не будет давления, форсунки, да. Мотор стоит примерно половину от стоимости посудомойки. Ну, видимо, пришло ее время, поэтому встречаем новую. Новая посудомоечная машина Бекбеко ДФС 26-024W. Вот такая вот она запакована. Весит она 39 килограмм, учитывайте это при транспортировке. 45 сантиметров у нее ширина. 82 или 85 высота, сейчас измерю. И 55 глубина. Основной плюс 36 месяцев гарантии, то есть 3 года. Демонтируем старую и будем вставлять новую. Практически у всех моделей, ребят, снимается верхняя крышка, и тогда мы можем отлично поставить ее под столешницу. Лицевая часть и задняя защищена вот такими еще деревяшками, но, в принципе, они больше еще дополнительно прикольно приносить. Вот такая вот небольшая инструкция, как подключать водоотвод, то есть до 1,1 метра, но шланг должен, не должен быть вот с провалами. То есть здесь будет собираться грязная вода, и будет банально не очень хорошо. То есть давление поднял, и слил, и слил, и слил. Так, в задней части у нас шланг для набора воды, шланг слива, и в нижней части вилка для подключения нашей посудомойки в розетку. Задняя часть у нас вот такая вот утепленная, бак у нас из нержавеющей стали, и, видите, можем верхнюю крышку спокойно открутить, что я сейчас и сделал. Я снял крышку 44,7 см на 57,7 см, и высота 85,4 см. Класс у нас А++, и всего лишь 211 кВт в год, воды используют 2660 кВт в год, сушка тоже класса А, 10 комплектов, и шумность 47 дБ. Кручка у нас здесь, в принципе, монолитная, с металлической вставкой, про программу поговорим дальше. Вот так, здесь вот внутри у нас собрались различные штуковины и прочее. Так, гарантия, инструкция в верхней части. Не забывайте, что здесь много различных еще пенопластовых штуковин и прочих транспортировочных. Снимайте их, чтобы не испортить машинку. В нижней нашей части уплотнительная лента сейчас будем клеить. Это у нас специальная леечка, вот там вот у нас присутствует штуковина. Мы сюда соль засыпаем, чтобы смягчить воду. И вот такая корзинка для столовых приборов. В отличие от прошлой версии, где вот эти штуки не открывались, здесь это открывается, что достаточно удобно сюда, допустим, на же елки-ложки, а сюда можем уже вставлять какие-то поварушки даже. Более продуманно сделано. Помыть посуду можно сразу же, как только купили посудомойку. В комплекте идет две таблеточки и специальный такой вот гель, такой подарочный набор от компании Финиш. Вот две таблеточки и наш кондиционер. Также идет в комплекте вот такая тестовая полосочка. Это для того, чтобы мы узнали жесткость воды. Для этого включаем холодную воду, пусть она стечет где-то минутку. И набираем стакан. Достаем нашу полоску, опускаем ее в воду, держим, стряхиваем и ждем одну минуту. После этого у нас должны появиться вот эти вот штуковины, должны изменить цвет. Вот уже одна поменяла. Вот видите, у меня жесткость 3, то есть вот тестовая полоска. Для этого мы должны включить, открыть, вернее, инструкции и установить уровень жесткости воды в положение 3, то есть отложенный запуск R3. И еще потом регулятор, вот этот регулятор регенерации, там где у нас соль, я так понимаю, тоже установить в положении 3. Так, ну нам еще предлагают вот эту ленту наклеить на нижнюю часть нашей посудомойки. Откровенно не знаю, но лента достаточно неплохо клеится. Остатки выбрасываем и вот по периметру нужно клеить. Эта крышка без проблем снимается, чтобы посудомойка могла быть вставлена под столешницу. А теперь нам нужна розетка, для того, чтобы установить посудомойку и подключить ее к питанию. Вот такой вот двухголовый приемник грязной воды и, соответственно, вот такая вот к нему идет резиновая втулка, как ее правильно назвать, прокладка. И, соответственно, еще устанавливаем дополнительно краник в воду. И вот там вот дальше нет, не знаю, видите, не увидите. Для подключения холодной воды, горячую воду не рекомендуется в эту посудомойку использовать, поэтому холодную воду используем. И обязательно ставим краник, чтобы мы в случае чего могли перекрыть, не перекрывая холодную воду. Ну, это, в принципе, по желанию. То есть сброс воды, подача и электроэнергия. В шланге подачи воды присутствует сеточка от механических всяких вкраплений, то есть песок, не думаю, что, ну, может, крупный удержит, а так нет. И точно так же подключаем отвод воды, подключаем питание. После подключения к сети мы должны установить здесь вот жесткость воды. Для этого включаем нашу машинку и удерживаем одновременно П- или там П- и отложенный запуск кнопку одновременно. Сейчас нужно побежать циферки там 3, 2, 1, и мы перейдем в меню настроек. Так, вот здесь вот он ображается, администратор L, а нам нужен R. Для этого мы кнопками вот этими вот выбираем вот R3. У меня на самом деле действительно сейчас третий уровень, то есть по умолчанию третий установлен. Ну, и при необходимости мы можем вот здесь устанавливать четвертый, пятый, первый, второй. Нажимаем на кнопку выключения. Все, параметры сохранились. Теперь нам надо открыть посудомоечку и вот тут вот, вот тут вот установить тоже жесткость воды, согласно инструкции. Вот такая вот кренделевина у нас должна быть, согласно вашему уровню. Далее вот в эту емкость нам надо залить 1 литр воды и засыпать 2 килограмма соли. Соль не нужна, если у вас жесткость 1, тогда можно ее не использовать. Но если у вас 2 и выше, то ее желательно использовать. Она будет автоматически дозироваться и тогда будет вода мягче. Ну и соответственно стаканы и прочее будет, ну на самом деле лучше. Соль это копейки, использовать лучше действительно для посудомойки, а не обычную кухонную. Потому что цена, по сути, очень маленькая. Так, засыпали. В нижней части у нас вот такая вот одна форсунка, ну крутилка с форсунками. Здесь же у нас присутствует фильтр, который рекомендуется хотя бы раз в месяц чистить. Вон всякие вот твердые отходы, они скапливаются вот в этой сеточке металлической. И не попадают у нас в нутро посудомоечную машину. Если вдруг попали, бывает рис попадает вот сюда вот, сбивают форсунки. Тогда снимаем форсунку, она достаточно легко снимается. Прочищаем. В верхней части у нас, у меня в прошлой вот этой посудомойке была одна большая форсунка. Но мне кажется действительно две будут работать более эффективнее, чем одна. То есть две маленькие будут эффективнее, чем одна большая. Потому что будут и вращаться быстрее, да и чистить их проще. Верхний отсек у нас для небольших тарелок и для чашек. Хотя в принципе я всегда его использовал, честно, для больших тарелок. А вниз уже кидали сковородки и кастрюли. Тут же у нас в левой части присутствует такая вот сетка, для того, чтобы мы могли сюда положить ножи. Поварешки сюда я тоже вложил. И они, видите, регулируются. Можем и вот так сделать, и вот так. То есть достаточно удобно сделано. И это еще не все. Благодаря вот этим вот штуковинам, слева и справа, мы можем как поднимать, так и опускать наш ящик. То есть, соответственно, внизу становится место либо больше, либо меньше. И, соответственно, сюда мы можем установить либо большие, действительно глубокие какие-то длинные тарелки, если при необходимости. На самом деле, мне кажется, настраивается один раз, забывается. То есть установили и забыли. То есть там уже каждая хозяйка, либо хозяин уже по-своему компонует посуду, куда, что. Нижний лоток вот здесь вот жестко толстые такие вот штуковины для установки тарелок. Вот так. А если мы сюда хотим уложить какую-то сковородку, мы банально просто клац, клац, все выскакивает. В прошлой посудомойке у меня такого не было, это уже какое-то новшество. Но оно действительно достаточно удобно. То есть мы сюда можем размещать какие-то посуду, которые не нужны. Вот эти, если нам надо много тарелок, мы туда подняли и сделали. Ну, то есть аккуратно вот с этими штуковинами, они в принципе там через 3-4-5, у меня через 7 лет начала там одна отломилась, вторая отломилась. То есть с ними немножко аккуратно. Ставили, все, закрыли, закрыли. И по сути достаточно нормально. Место, честно, для 3-4 человек 45-сантиметровой посудомойки вполне с головой хватает. Так, отсек для порошка, либо же для таблеток. То есть сюда мы можем установить таблетку, я пользуюсь порошком. Почему? Потому что не всегда полная загрузка, не всегда требуется таблетка. Так мы можем дозировать, сколько нам действует по загрязнению и по загрузке, сколько нам надо порошка. Немножко я сначала не понял, как оно используется. Закрывается, то есть я вот закрываю, видите, ничего не происходит. А надо четко, вот здесь стрелочка, вот ее раз, и тогда она закроется. Не знаю, очень боюсь, чтобы это не было самым слабым загвеном. Сюда мы залимаем наш кондиционер и закрываем. Резинка уплотнительная присутствует, класс, закрыли, все. В принципе, по периметру тоже присутствуют резинки. Ну, посудомойка, по сути, готова к первому запуску. Первый запуск я рекомендую делать на максимальной температуре, прогнать ее пустую, чтобы все заводские смазки и прочее-прочее вышли, чтобы они не остались у вас дальше на посуде. Так, добавил соли, полтора килограмма. Ну, думаю, хватит, в принципе, индикатор соли присутствует. Вот так вот она здесь выглядит, можно еще чуть-чуть водички добавить, можно не трогать. Рекомендую все-таки пользоваться вот этой штуковиной. Действительно, она, не знаю, стакана делает более такие, знаете, они аж пальцем проще, такие, аж скрипят. Я пока все, что было в комплекте, сюда вылил. По поводу навигации. ЖК-дисплей, кнопка включения-выключения, кнопка старт, пуск и точно так же, если мы 3 секунды держим, это мы отменяем программу, которая сейчас запущена. То есть, 3 секунды, но раз, два, три, отменяет. Кнопка отложенного запуска, если у нас есть тариф день-ночь, то, соответственно, нам лучше запустить ее ночью, пусть она у нас ночью прогонит, эта кнопка отвечает за это. Так, кнопочка, вот эти вот три кнопочки, это у нас функция Super Rinse, это Extra Drying, ну, как самая экстра мойка, это Fast Plus, быстрая, это кнопочка половинной загрузки, и, соответственно, это у нас кнопка выбора программ. Соответственно, на самом дисплее у нас это программа, номер программы, вот эта вот штуковина у нас означает индикатор соли, то, что под ним же присутствует индикатор ополаскивателя, если не хватает. Потом здесь загорается защита от детей, защита от детей делается просто вот нажатием вот этими кнопочками, два, три, все, защита, а, что-то она вот здесь странно, тогда вот здесь у нас будет индикатор таблетки, ну, наверное, потому что под разные, в меню я смотрю, вот разные, вот индикатор закрытия, то есть дети не смогут переключить, остановить, ну, открыть, конечно же, они смогут. Снимается точно так же, вот удерживаем, все. Здесь же будет у нас индикатор старта, индикатор паузы, 12, вот здесь вот стрелочка такая будет, индикатор завершения программы, вот, когда я cancel нажму, раз, два, три, то есть, соответственно, программа закончилась, когда здесь, видите, стрелочку, значит, программа выполнила мойку, и последний вот этот индикатор, который вот здесь вот должен появиться, отложенный запуск, это вот с помощью этой кнопочки. Все, вот значок, то, что программа завершила свой цикл, посуда вымот. Случение всех программ присутствует вот здесь вот на верхней части, чтобы вы банально не использовали инструкцию, в принципе, тут, ну, по сути, все понятно и просто, но я вам расскажу более подробнее. Итак, программа номер ноль, вот, номер ноль, это программа InnerClean, это самоочистка машинки, рекомендуют запускать раз в два месяца, и посуды там быть не должно, и вот 75 минут, час 15, вода 14 литров, и около 1 киловатта, 0,7 киловатта, электроэнергия, она сжирает. Следующий пункт, это первая программа, это ЭКО, 50 градусов максимально, это самая экономичная программа, то есть это средняя загрузка, средняя грязность, и, соответственно, мытье, сушка, видим, 3,59, почти 4 часа, вода 10 литров, 0,73 киловатта, она будет потребляться. Вторая программа, это автомат, авто, вот, это она сама определит, насколько грязная у нас посуда, какую надо ставить температуру воды, и в среднем она 2,53 по времени, эта грязность у нас средняя и большая, и, соответственно, у нас вода будет от 12 до 17 литров, и от 0,9 до 1,2 киловатта потребления у нас электроэнергии будет. Третья у нас интенсивная мойка, вот, P3, это у нас 2 часа 44 минуты, очень грязная посуда, она у нас и моет, и сушит, 2,44 по времени, и, соответственно, 15 литров воды, и 1,25 киловатта у нас потребляет. Четвертая, самая, наверное, будет популярная программа, это Quick and Shine, вот, быстро и чисто, можно так сказать, то есть меньше часа, при этом у нас средняя грязность, при предварительной мойке не будет, но будет мойка, будет сушка, 58 минут, вода 10,6 литров, 1,12 киловатт потребления. Самая быстрая, P5, 35 минут, 35, даже, вернее, тут указано уже 30 минут, это, соответственно, для быстрого мытья очень грязной посуды, но никогда вы не можете что-то ждать, когда к вам пришли гости, у вас куча грязной посуды, нет предварительной мойки и нету сушки, соответственно, вода 10 литров и мощность, максимально, вернее, потребляемость 0,74 киловатт. И последнее, P6, это у нас предварительная мойка, это когда вы сами остались дома, жена, дети, все уехали, вы тут посуду всю нахранили, вот тут у вас куча-куча, вы ее не мыли, там всякие макароны, пельмени и прочее-прочее, вы хотя бы вот так вот ее запустите, оно ее отмочит, ну, то есть, размочит эту всю грязь, то есть, это предварительная мойка, без сушки, без мойки, 15 минут она делается, вода 3 литра. Соответственно, мы еще можем, вот для каждой программы, можем сделать дополнительные фишки, то есть, вот это вот у нас ускоренная, Fast Plus, эта функция у нас ускоряет, видите, насколько время мойки. Вторая фишка, это у нас более лучшая сушка, более эффективная, и здесь вот эта вот, она более лучше смывает, то есть, если у нас остались пятна, какие-то на посуде, белые разводы, это у нас позволяет еще раз дополнительно промыть посуду проточной водой, и чтобы смыть уже весь этот, ну, то есть, каждый, в принципе, под свой, под каждую программу можно еще использовать дополнительно вот эти кнопки, которые, ну, позволят, так сказать, играться с настройками, дополнительно их улучшать, и делать посуду более чистой. Сейчас я запущу первый запуск, P2, 2.53, нет, давайте самую короткую, какая там была, 0.58, но при этом, вот так вот, видите, немножко время увеличилось, и вот так вот, то есть, все прогнать, пусть оно прогонит, старт, все, ну, достаточно тихо работает, пошел набор воды, при работе, вот так вот она шумит, то есть, форсунки разбрузливают воду, если не только стоит открыть, все, нассажа автоматически останавливается, самолоток, кстати, не открылся, он где-то отсюда, походу, берет воду, потому что вода уже мыльная, я засыпал порошок, и только мы закрываем дверцы, обратно, у нас пошла работа, через несколько секунд, вот, вот, действительно, хороший напор, но там нет тарелок, поэтому сопротивления нет, поэтому шумность чуть-чуть побольше, ребят, за полтора дня, примерно вот такая вот, загрузка машины, сверху ставим тарелочки, хотя можно их поставить вниз, но тут надо экспериментировать, чтобы максимально использовать, свободное место, и сюда уже нижнюю часть устанавливаем, кастрюльку, пиалки, вот эти вот наши все билки-ложки, и тут большую тарелку, и все, в принципе, тарелки можно и сюда поставить, но как-то привычнее было их ставить вот сюда, но дело привычки, надо все-таки будет компоновать, будет, так что запускаем на быструю моечку, вот эту вот программку P4, Quick Shine, ну, можно, в принципе, попробовать даже и авто, надо поиграться с ними, программой немножко отличается от предыдущей, и выбрать для себя оптимальную, которую на каждый день вы будете использовать, посудомойчка отстирала, ну, знаете, тепленько, тепленько, аж даже горячо, я бы так сказал, но, ох, видите-ка, насколько горячо, подождите, про ту камеру, но посмотрите, стакан чистый, здесь где-то, достаточно качественно простирала, помыла, правильно сказать, понятно, что вот это все будет вообще идеально чисто, смотри, нижнюю часть, тоже, в принципе, все достаточно неплохо, и при этом еще, я бы сказал, сухо, да, то есть, хоть у нее нет конкретной сушки, там, вентиляторов и прочее, ну, вот возьмем бы обычный стакан, он, видите, он без воды, он очень горячий, ножи, все посушило, все помыло, может, там пару капель, конечно, и есть пар, тоже конденсат присутствует, возможно, присутствует, но вот берем вот эту тарелку, которая внизу стояла, посмотрите, она тоже абсолютно сухая, не надо ее не протирать, ничего с ней делать не надо, ну, что ж, ребят, в принципе, все работает, достаточно неплохая штука, хоть немножко, я же говорю, надо поиграться с расположением, потому что в прошлом было все абсолютно по-другому, ну, со своей работой справляется, своих денег стоит, и покупки однозначно рекомендую, вот такая вот Беко, не бойтесь покупать, не знаю, лучше, чем всякие бренды, которые дают гарантию только 12 месяцев, живой пример, это 10-11 лет, которую проработала ее предшественница, буду надеяться, что это точно так же проработает, ну, выставьте лайки, лайки, забывайте подписываться на канал, всего хорошего, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok